В мире моды, как и в любой другой индустрии, регулярно происходят какие-то скандалы, которые бьют по репутации, заставляют поменять подходы и осторожнее выбирать слова. Сегодня я расскажу вам о событиях из мира моды, которые потрясли общественность и изменили индустрию. Не забудем мы и про модные скандалы в России. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы знать все о моде и модной индустрии. Переносимся в 2009 год. На билбордах в Японии появляются красивейшие снимки моделей Филиппы Гамильтон. Это была компания Ralph Lauren и рекламировали джинсы. В чем была проблема? Талия девушки оказалась уже, чем ее голова, и это вызвало бурю негодований. Бренд подвергся жесткой критике за пропаганду анорексии. При этом очень скоро выяснилось, что девушка не болеет, не страдает анорексией, а на фотографиях просто очень много фотошопа. К слову, сама она тоже была неприятно удивлена, что ее так сильно изменили. Самое нелепое в этой всей истории, что после скандала Филиппу уволили из, собственно, пола Ralph Lauren. По ее словам, которые публиковали в The Times, при росте почти 180 см и весе 54 кг, работодатель счел ее слишком толстой. При этом к моменту увольнения девушка отработала в компании целых 6 лет. Сама же компания на скандал ответила так. Снимок был выпущен и использован по ошибке, и никто не должен был его увидеть. Также компания добавила, что девушку уволили не из-за ее веса, но отмечает, что Филиппа не влезла в размер одежды, которую ей нужно было рекламировать. Но после того скандала по всему миру стали меньше применять фотошоп и начала ощутимо расти повестка на более позитив, которую мы сейчас повсеместно видим. Напишите, кстати, в комментариях, скучаете ли вы по отфотошопленным фотографиям с вот этими идеальными женщинами, чтобы было всегда к чему стремиться. Или же вам ближе к сердцу не отфотошопленные люди на фотографиях, которые мало чем отличаются от того, что мы видим в жизни. Поехали дальше. О недавних скандалах с Ким Кардашьяной платьем Монро, об отменах Малинтиаги и выходках Канни Веста вы наверняка слышали. Но знаете ли вы историю про парня, который погиб прямо во время показа на подиуме? Произошло это в 2019 году. В рамках недели моды шел показ бренда с непроизносимым для меня, извините, названием. Вот оно. И 26-летний манекенчик Талли Суарес потерял сознание. Он запутался в шнурках, упал. И гости сочли это за запланированное представление. Но дальше у него начались судороги, пошла изо рта пена, все уже поняли, что это не шутка, и он, к сожалению, скончался. Причиной стал отек легких и внезапная сердечная смерть. В крови не было обнаружено никакого алкоголя или запрещенных препаратов. Хотя родственники Суареса были очень недовольны тем, что расследование и оглашение результатов проходили без их участия. И также они заявляли, что не верят медикам, потому что Таллис регулярно проходил обследование для работы и был абсолютно здоров. И вот этой истории продолжения нет. То есть Таллис погиб на глазах у миллионов людей и пока закончился вот таким вот скандалом. Все. Следующая история это 2022 год, когда из России поуходило огромное количество зарубежных брендов. Восприняли все это по-разному, но резкое недовольство вызвало позиции Louis Vuitton, когда в заграничных бутиках бренда россиянам начали отказывать в покупке сумок и других изделий. Но больше всего досталось Шанель. Дому моды сразу припомнили сотрудничество Габриэль Шанель с Третьим Рейхом. На фасадах магазинов в Париже даже появились наклейки с изображением Гитлера. А в социальных сетях, вероятно, вы прекрасно это помните, заверсился фэшмоб с тем, что люди резали свои сумки от Шанель. Если дом Шанель не уважает своих клиентов, то почему мы должны уважать дом Шанель, высказывалась небезызвестная Виктория Боня. А Олечка Бузова даже требовала вернуть ей деньги, которые она потратила в бутиках. Ксения Борзина тогда тоже зареклась платить деньги бутикам, а Яна Рудковская надеялась на извинения перед россиянками. Никаких извинений не последовало. Зато в 2023 году последовал скандал уже с конгломератом ЛВМАШ. Они сделали рекламу в цветах флага Российской Федерации. Луи Виттон презентовал женскую коллекцию, а рекламу выпустил с символом В, который тут же приравняли к поддержке российской агрессии. Сказать то, что Инстаграм был порван комментариями от россиян, украинцев и прочих неравнодушных, это не сказать ничего. Ну и надежда никакой на то, что подобные события будут встречены как-то иначе, пока не проглядывается, к сожалению. И я думаю, что еще не одна подобная стычка в ближайшее время возможна. Сразу вспоминается еще одна недавняя история уже с Диором, который выпустил коллекцию, которая всем напомнила русский, народный, такой славянский стиль. И тоже было то же самое. Битва в комментариях, просто хватов рекламной кампании Диор, кстати, как итог. И тут всегда закрадывается следующий вопрос. А точно ли это случайность, и дизайнеры просто вдохновились общей своей насмотренностью, или же это такой запланированный маркетинговый шаг, если бы можно так назвать? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Вообще, как мы видим, не только мода циклично, но и скандалы в ней. И еще в 2011 году был тоже случай на политическую тематику, который исполнил бренд Benetton. Бренд вдохновился рисунком Дмитрия Врубеля на берлинской стене и создал шокирующую рекламную кампанию, которую назвал Unhate, с призывом объединиться двум враждующим государствам. Угадайте, каким. Они решили не мелочиться и сразу сделали несколько иллюстраций, где целуются, например, главы Северной и Южной Кореи. Барак Обама аж на двух разных снимках целуется с китайским лидером и бывшим президентом Венесуэлы. Еще, например, канцлер Германии Ангела Меркель с экс-президентом Франции Николая Саркази. И как вишенка на торте Папа Римский, который целует имама Каирской мечети. Кстати, вот последнюю иллюстрацию из кампейна исключили спустя всего лишь сутки по просьбе Ватикана. И что самое удивительное, бренд перед тем, как это сделать, не попросил никакого разрешения на использование изображений тех лиц, которые, собственно, были участниками в кампейне. Ну, просто они так вот скреативили и все. И как они додумались вообще от такого кринжа? Но есть предположение, что это была, опять же, спланированная стратегия, направленная на увеличение продаж, потому что они тогда были у Бенетона прям не оченьские. Но, впрочем, несмотря на критику этой рекламной кампании, нашлись те, кто оценил ее как современную и прогрессивную. Например, Израилю она очень понравилась. И, кстати, год спустя на Каннском фестивале вот эта рекламная кампания взяла приз. По этой истории вы можете понять, что мода на то, чтобы хайповать на разного рода политические события, шла к нам долго и издалека. В целом, мы понимаем, что нам остается только принять тот факт, что все и всегда будут пытаться хайповать на политических повестках, остро-социальных. Мой взгляд в этой всей истории важно все-таки, как говорится, не путать берега окончательно и все-таки иметь какие-то общие моральные ориентиры о том, что хорошо, что плохо, как условно там хайповать на теме с ПГ. Наверное, все-таки никому и никогда не стоит. Это не повод для шуток. Как вы считаете, кстати, какие еще темы, кроме той, которую я озвучила, не стоит трогать ни при каких обстоятельствах и пытаться сделать на ней свои продажи тоже не надо? Напишите, будем обсуждать, тема такая острая, актуальная, но будет очень полезна для тех, кто работает в индустрии моды или в маркетинге или, например, создает свой бренд одежды. Кстати, для последних, у меня есть мой большой коронный, я бы сказала, мастер-класс, на котором я даю пошаговую стратегию запуска своего собственного бренда одежды. Это мастер-класс бесплатный для зрителей моего YouTube-канала. Для того, чтобы его просмотреть, переходите по ссылке ниже, и я жду вас. И также всех любителей модного бизнеса я жду у себя в Телеграм-канале, где я даю обратную связь на ваши идеи, на ваши бренды, подсказываю, как что лучше сделать. Мы там много общаемся с ребятами и будем рады видеть вас в нашей модной тусовке. Подписывайтесь, ссылка также в описании к этому ролику. Ну а у меня на этом все. Не забывайте поставить лайк, колокольчик нажать, коммент, я думаю, вы и сами напишите. Ну а с вами была Анна Куц. Если бизнес, то модный.